Отец Яков, добрый вечер. Добрый вечер. Будьте так любезны, расскажите о вашем монастыре и о том чудесном месте, о острове, на котором он находится. Мы с вами находимся на острове Керкере в монастыре, который называется Госпожа Ангела. Монастырь этот древний, он был основан в 14 веке. Как он был основан? Один раз здесь на море был очень сильный шторм. В этот шторм попал корабль, который затонул. На этом корабле было два родных брата, которые чудом спаслись. И каждый из них, благодаря за свое чудесное спасение, дал обет Богу, построив по монастырю. Один брат построил этот монастырь, в котором мы с вами находимся. Второй брат в 7 километрах от всего другой монастырь. Изначально монастырь был мужской. И чтобы вы могли представить, какой он был размером, раньше здесь внутри монастыря каждый год проводили ярмарку. Собирались люди со всей округи. И внутри монастыря было только около 40 магазинов. Это не считая хост двор, не считая скотный двор, не считая маслобонья, которая здесь обязательно была у них. И также жилые корпуса на 70 человек, потому что здесь было до 70 монахов жило. Монастырь был мужской. Но на Керкере два раза была очень сильная эпидемия чумы. Это в 16-м и начале 19-го века была очень сильная эпидемия чумы. И вот когда второй раз здесь была эпидемия чумы, 1815-1816 год, то здесь сделали лазарет для больных чумой. И монахи, которые здесь жили, они, соответственно, ухаживали за больными, лечили их по-своему, дохаживали. И постепенно все монахи заразились также чумой и умерли. Последний монах, который уже смертельно заболел, он закрыл церковь на ключ и поджег вокруг все постройки, чтобы уничтожить заражение. И таким образом монастырь полностью опустил. И с тех пор здесь никто не жил больше 100 лет. В 1833 году сюда пришла молоденькая пастушница, которую звали Анастасия. Когда матушка была Анастасией ребенком в 10 лет, она со своей матерью часто здесь перед монастырем послала овец. И один раз она с этого места услышала женский голос, который говорил ей о том, что в моем доме никто не живет, никто здесь не служит, никто за ним не ухаживает. Она рассказала своей матери, но мать не придала значения словам ребенка. Она подумала, мало ли, что там показалось ребенку. И тем не менее, эта девочка запомнила эти слова на всю жизнь. Когда ей исполнилось 13 лет, она уходит в один женский монастырь в честь святителя Николая, неподалеку отсюда. И прожила там около 10 лет. Потом она взяла благословение у тамошней игумени и пришла на это место. Когда она пришла на это место, то здесь были непролазные джунгли. Здесь было все заросшее деревьями, колючим кустарником. Здесь кишило крысами, змеями, скорпионами. И вот эта молоденькая послушница, которой на то время было примерно 23 года, начала потихонечку это место расчищать. Пилить деревья, выкорчевывать корни, вырывать колючий кустарник, разбирать каменные завалы, которые здесь оставались из старых даришек-постоек. В первое время матушка спала прямо на голой земле, потому что есть ничего не было. Кушала, что придется и когда придется. Иногда я приносила покушать ее родная сестра. Их было шесть детей в семье, было два брата и четыре сестры. Потом постепенно начали приходить местные люди. И в течение нескольких лет ей построили келью, чтобы она могла жить. Построили новый храм полностью и построили колоколью над входом монастыря. И с тех пор матушка начала подвязаться в этом монастыре. Когда матушка была молодая, она была очень красивая. И паломники, которые сюда приходили, они часто говорили ей об этом в глаза. Что они говорили, что ты такая красавица, да зачем ты пошла в монастырь, да лучше б ты замуж вышла. То есть дьявол через людей начал искушать ее, чтобы она свернула с этого пути. И поэтому она начала очень сильно подвязаться. Она перестала мыться, носила на себе одежду, пока на ней одежда полностью не истлеет. То есть лохмотина сила. Кушала она один раз в день. Немножко хлеба и воды после захода солнца. Днем она, соответственно, трудилась много, потому что здесь была работа непочатый край. Ночью она молилась много. И через несколько лет после таких трудов, поста и молитвы, она практически высохла. И ко всему к этому у нее развились очень сильные внутренние болезни. У нее был жесточайший авитаминоз. А также у нее был остеопороз костей. И у нее была огромная опухоль щитовидной железы размером с апельсин. К врачам она никогда не ходила, врачей к себе никогда не допускала. Единственным лекарством было для нее это молитва. И немножечко маслица перед иконой Божьей Матери, госпожа Ангелов. Первые 20 лет матушка прожила совершенно одна. Один раз матушке было видение Божьей Матери, явление. И она увидела, что Божья Матерь была босиком. И она восприняла для себя это как знак свыше. И с тех пор матушка Анастасия до самой смерти никогда не обувалась. Она зимой и летом ходила босиком, за что в будущем ее назовут Анастасия Босоножка. Кроме этих подвигов, труда поста и молитвы, которые матушка взяла на себя добровольно, она еще терпела очень сильные гонения от некоторых местных жителей. Дело в том, что раньше у монастыря были огромные земельные угодья. И когда монастырь опустел, то люди начали брать эти участки, обрабатывать их, выращивать что-то там. И когда появилась здесь монахиня, люди боялись, что монастырь, если монастырь возродится, то потребует назад эти земельные участки. И по этой причине они начали ее гнать. Что они делали? Они приходили просто сюда толпой и просто тупо, жестоко ее избивали. Ну, например, один раз был такой случай, и матушка стояла в храме, держала в руках лампадку, поправляла фитилечек. Прибежали толпа людей, схватили ее за шиворот и выволокли ее за монастырь, и полтора часа ее избивали. И она, бедная, стояла в руках, держала эту лампадку полтора часа, и молилась Господу и Божьей Матери, чтобы дали силу и терпение. В другой раз пришли два полицейских, натравили на нее полицейских. Они ее столкнули в могильную яму, здесь у нас за монастырем есть кладбище, и сапогами со всей дури ее пинали по голове. Один раз тоже после жесточайших побоев ее вытолкнули за монастырь, и матушка пошла и поселилась в дупле одной старой, старой оливки. Эта оливка сохранила до сих пор, и прожила она в этом дупле около трех лет. И вот эти гонения продолжались в течение многих-многих лет. Потом, когда люди уже постепенно начали замечать, что по молитвам Матушки начали происходить явные чудеса, что у нее начал проявляться дар прозорливости, люди приходить начали к ней огромными массами. Она сидела около своей келейки, люди приходили, выстраивались в очередь, которая далеко-далеко уходила за монастырь, и даже не было видно конца и края этой очереди. Люди по несколько часов стояли, чтобы просто благословение взять. А так обычно люди приходили, просили ее советов, просили ее молитв, приносили какие-то продукты, какие-то вещи, помогали, чем могли, конечно же. Прожила Матушка недолгую жизнь, родилась она в 1910 году и представилась в 1979 году, 22 сентября. В этот день мы каждый год обязательно проводим литургию здесь, служим, собирается несколько батюшек, собираются люди, и потом, после литургии, мы служим за упокоенную панихидку у нее на могилке. Пути любезно, уточните, здесь, это где, это Греция, это... Да, здесь, в монастыре. В монастыре. Территориально это Греция? Да, это территориально Греция, остров Корфу, монастырь Госпожа Ангелов. Спасибо. Деревня называется Левкимми. Если кто-то когда-то приедет на Корфу, то доехав до деревни Левкимми, можно спросить у любого человека, где находится монастырь Кира. То есть, это называется, на русский язык перевести, Госпожа. И сюда ходит один из четырех паромов? Да, и у нас здесь свой, у нас здесь свой порт около деревни, и можно приехать прямо сюда, в порт, и здесь, недалеко от порта, сюда дойти. А как вы по национальности русский священник, русский монах оказались на Корфу? В 2004 году я приехал на Афон, решил остаться на Афоне, приехал как паломник, правда, я уже был пострижен в малую схему, приехал как паломник и решил остаться на Афоне. Я остался на Афоне, прожил 14 лет на Афоне, последние 10 лет я прожил в монастыре греческом Дехиар, где чудотворная икона Скоропослушница. Вот. Потом я приехал сюда, у меня там не получалось с документами, так, промыслом Божьим я оказался здесь, на Корфу, и приехал сюда. Здесь я уже в этом монастыре живу, пятый год. Скажите, а много паломников, ну, не скажем русских, а русскоговорящих и думающих на русском языке разных национальностей приезжают к вам в монастырь? Да, ко мне много приезжает в монастырь русский, в основном русскоговорящие приезжают, в основном приезжают. Это Россия, Украина, Германия, Франция, Польша, Италия, Норвегия. В основном приезжают русскоговорящие. Почему приезжают русскоговорящие? Когда узнаешь, что здесь русский монах, с которым можно пообщаться, то люди с радостью приезжают сюда. Вот. И здесь очень интересная у нас святая, о которой я вам сейчас рассказываю. Это именно вот матушка Анастасия Босоножка. Она такая же, как у нас, как примерно Ксения Блаженная, Санкт-Петербургская, как Матрона Московская. Московская. Что-то вот она была, подвижница такая же, такого уровня. Я хотел бы попросить у вас разрешения снять, сделать несколько кадров в церкви и в вашем маленьком музее. Обязательно, конечно. Ну, естественно, если вы покажете еще вот это оливковое дерево, в котором она... Мы сходим к матушке в келью, сходим, сходим и сходим на оливку, в котором дупле, в котором она жила три года. Ну, я хотел бы просто закончить уже житие матушки, если вы мне позволите. Да, 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 конечно. За три дня до ее смерти сюда приехал тогдашний владыка, митрополит Поликарп, и он ее постриг в великую схему с именем Амбросия. Но мы все молимся и поминаем ее, как Старица Анастасия. У нас уже готова икона, где написано по-гречески Герундиса, то есть Старица Анастасия. В день смерти, когда матушка приставилась, она почувствовала, что умирает. Она позвала сестер, которые с ней тогда жили, и просит их, чтобы они испели тропарь успения Божьей Матери. Дело в том, что это наш престольный праздник, это наш основной праздник. И когда сестры начали петь тропарь успения Божьей Матери, матушка в последний раз в жизни тяжело-тяжело сделала крестное знамение. А почему тяжело? Как я вам уже говорил, что она была высохшая от труда поста и молитвы. Но перед смертью у нее была ужасная водянка. У нее руки прям буквально вот такие были, толстые. И она тяжело-тяжело перекрестилась и мирно почила о Господе. И в этот момент на всей Керкере везде в церквях, где были колокола, начали сами с собой звонить колокола за упокойным звоном. Все люди на Керкере были просто в шоке и неудоумении, что происходит. По всей Керкере стоит за упокойный звон. Потом, когда узнали о том, что в этот момент представилась Матушка Анастасия, то всем, конечно, было понятно, что это было откровение Божие о том, что Вечность перешел в великий святой праведник. Так закончила свою жизнь одна из величайших подвижниц 20-го столетия Матушка Анастасия Босоножка на Керкере. После Матушки... Извините, Керкера — это синоним Корфу. Да. Керкера — это по-гречески, а Корфу — это по-итальянски. После Матушки остались здесь сестры, которые жили до недавнего времени. В 2013 году умерла последняя игумения Матушка Эфпраксия. После нее осталась еще одна старенькая монахиня, Матушка Анастасия. Но она уже была старенькая, она не справлялась с монастырем, поэтому она ушла отсюда в женский монастырь в один. Там она доживала свои дни. И в этом году она 6 июня представилась. Так закончилось женское монашество в нашем монастыре. После нее три года монастырь был пустой, здесь никого не было. В 2018 году приехал я сюда с Афона. Я здесь уже живу пятый год. В 2019 году у нас был исторический момент. Мы по благословению у нашего владыки митрополита Нектария обрели мощи Матушки Анастасии. И мощи с первого дня, как мы достали их, они благоухают. Уже происходит исцеление. У меня в прошлом году была группа из 22 человек. Из Италии приезжали русскоговорящие. И у них в группе исцелилось 7 человек сразу же. Они подошли к мощам, я их помазал маслицем. И у них исцелилось 7 человек от тяжелых болезней. Вот такая краткая история нашего монастыря и краткое житие Матушки Анастасии. Большое спасибо. И если вы позволите, то завтра после службы мы снимем и в церкви, и в музей, и в сад. Обязательно. Спасибо. Во славу Божию.